Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, дам свои рекомендации, комментарии, которые нас ждет и ждет советов также от вас. Здравствуйте, Карина! Смотрю ваш канал на протяжении трех лет. Спасибо вам за ваши разборы и помощь людям. Пожалуйста. Хотелось бы услышать от вас совета, как от специалиста. Спасибо, что назвали меня специалистом. Проблема моя такова. Через две недели я переезжаю в Турцию, и весь этот месяц я накручивала себя разными страхами. Для меня большая проблема пойти к родственникам мужа, пойти к его друзьям. Для меня проблема даже пойти к новому маникюрному мастеру. Я не знаю, чего я боюсь. Осуждение, оценки меня или выглядеть как-то глупо. Такая проблема в моей жизни вообще была всегда. Я боялась новых компаний. В школе я боялась выходить к доске. Из-за моих страхов я не могла ответить на элементарные вопросы, и мои одноклассники надо мной тогда смеялись. Учителя всегда говорили, что я тупая, и кроме как пойти на трассу в своей жизни, я ничего не добьюсь. В детстве мне не нравилось, что папа снимает меня на видео, потому что я стеснялась своего голоса. Хотя папа пытался просто заснять мое детство, сохранить эти видео на память. То есть девочка вообще даже свой голос стеснялась, да, со стороны на себя смотреть. В институте я написала самый обширный диплом на 200 страниц, когда одногруппница на 60. Даже там я разнервничалась и получила хорошо, когда моя знакомая купила эту работу и получила отлично. Мне было очень обидно. Чтобы побороть свои страхи с цены, я стала моделью, участвовала в показах с чувством огромного страха, что я упаду, что другие девушки красивее меня. Я отучилась на кондитера, и муж сделал заказ на новый корпоратив. Он хотел, чтобы я испекла 200 пирожных. Я испекла и была уверена, что они некрасивые. Сказала мужу, чтобы он никому не говорил, что это делала я. Как в итоге все это уплели за обе щеки. Я не могу ходить одна в магазин, особенно если я не накрашенная. Я не могу открыть дверь курьеру, потому что я стесняюсь своего ремонта в съемной квартире. Я не могу разобраться и понять, почему я такая, и как это перебороть. Если честно, я ненавижу себя за это и чувствую себя никчемной, что я ничего не умею делать, не понимаю, что из-за этого я ничего не могу добиться в своей жизни. Извините, что все сумбурно написано. Надеюсь, я смогла донести свою проблему. Буду очень благодарна вам, если сможете это разобрать. Спасибо большое. Ну, я думаю, многие могли понять. Здесь очень все просто довольно-таки. Здесь базово идет разговор о низкой самооценке. Настолько она низкая, она переплетается с аутоагрессией, направленной ауто на себя, вовнутрь агрессию. Ненависть даже к себе здесь очень видна. Сразу скажу, почему это происходит. Это было некое сравнение вас и других детей в детстве. Отвержение кем-то из родителей. Это тяжелое отношение и непринятие вашей личности в вашей семье. Родительской семье в вашем детстве. Потому что уже когда вы пошли в школу, вы это чувствовали, осознавали, вы так себя уже некомфортно чувствовали в обществе и среди других людей. Плюс еще, папа снимал в детстве на видео, а я стеснялась своего голоса на себя со стороны. То есть я себя уже тогда не любила и не принимала. Вот это не любовь к себе и ненависть к себе, в этом вся проблема. Но зародилась она благодаря тому, что вы это почувствовали. Вам это либо папа, мама давали чувствовать, либо вам это показывали, говорили. Я не знаю, ваша это история или нет, но очень часто такое бывает, когда нежеланный ребенок в семье рождается. Условно, мама хотела сделать аборт. Не такая ситуация, когда надо рожать. Не получилось, не удалось. И она родила ребенка. Даже если она, назовем так, его любит или пытается быть для него мамой, просто закрывать его какие-то потребности, кормить, поедать, т.д. Вот этого тепла, любви ребенок все равно чувствует даже в отробе, что он нежеланный, его отвергают. Вот оттуда он даже может закладываться, эта база. Или в детстве это когда мама тебя сравнивает с кем-то или папа, с соседями, с другими детьми в семье, с родственниками. И всегда это сравнение не в твою пользу. Тоже в эту копилку. Почему вы так всю жизнь страдаете? На самом деле, простая проблема, кажется, масштаб всей жизни большая, но она очень простая, здесь очень виден корень. Как все говорят, модно фраза, полюби себя, и тебя полюбят весь мир и все окружающие. А полюбить вы себя не можете, потому что вы себя ненавидите. Вот чтобы, как вы сказали, что мне надо сделать, чтобы это перебороть, вы это не переборете. Это нужно понять, в этом нужно разобраться и научиться жить по-другому. Компенсировать вот эту ненависть в себе. Надо разобраться с этой нелюбовью и ненавистью к себе. Перебороть, перестрадать или отодвинуть и забыть. Не работает, не получится. К сожалению, это не то. Я хочу здесь что отметить. Почему я думаю про родителей на эту всю историю пеняю? Потому что у вас здесь есть желание добиваться. Наперекор я пошла в модельное агентство, хоть мне было страшно. То есть у вас есть вот этот, зачем назовем так, да, на то, чтобы перебороть свой страх. Вы четко поняли как-то, да, интуитивно, что правильно. Бороться страхами – это их преодолевать, смотреть в глаза своему страху, идти ему навстречу и делать то конкретно, чего ты боишься. Только тогда ты будешь развенчивать этот страх, понимать, что ничего здесь страшного нет. И зря я, например, боялся и так далее. И у тебя все будет получаться, ты будешь расти, поднимать свою самооценку. Например, тоже вы это в письме писали, что вы написали диплом на 200 страниц, когда надо было 60. Но потом вот проблемы, подружка там диплом этот купила, ничего не писала, ей 5 поставили, а мне 4. Ну 4 вам поставили, потому что вы стеснялись, боялись потели, были в себе неуверены. То есть вас оценили на 4, потому что вы себя, диплом классный, а вы себя в этом дипломе, в презентации продать, как специалиста, который написал диплом, не смогли. Потому что у вас низкая самооценка, вы боялись, вы в себе были неуверены, вы тоже считали, что вы не супер классный специалист, который написал эту дипломную работу. Вы себя продать не смогли. Вы в себе были, проще говоря, не уверены. Но почему, что же у вас, можно подумать, да, с подвигла, написать выше нормы даже не в 2 раза 120 страниц, да, а 200 даже, сразу переплюнуть. Вот оно. Мне дает повод думать о вот этом сравнении в детстве родителям, возможно, даже мамы. Желание добиваться. То есть вот эти 200 страниц диплома выполнить сверх нормы, чересчур. Либо я очень боюсь и перестраховываюсь в том плане, чтобы уж точно не опростоволоситься диплом свой защитить, ну, допустим, так, эту цель завоевать, да. Либо я, когда делаю экстра, чересчур, вот это мой вариант, я к этому больше склоняюсь, я перевыполняю норму. Это же что? Борьба за любовь, за внимание, за хорошую оценку. То есть я борюсь за чью-то любовь, за оценку, что вы смотрите, я все-таки подсознательно жду услышать, что, а я лучше, смотри, а я лучше сделала больше. Пожалуйста, заметьте меня, оцените или хотя бы там не обижайте, не оскорбляйте меня. Вот это желание бороться за хорошую оценку, чтобы вы меня хорошо оценили. Я сделаю гораздо заведомо больше и лучше, чтобы не получить плохую критику, плохую оценку, чтобы меня опять в пол не вмяли, да. Соответственно, это желание же формируется. Не сейчас диплома к вам пришла, а с детства идет. Уже давно вы так живете, модельные агентства тоже поэтому пошли, наперекор и так далее. Так что это меня приводит к вашему прошлому, к вашему детству, все корни на самом деле там. Что сейчас мне делать, как вообще быть? Честно скажу, у вас это тотальная история на всю жизнь. Вам на самом деле к психологу обратиться с этой историей, потому что психолог вам поможет раскопать, что там причины вот этого в детстве, назовем так, понять именно механизм, как это сложилось, и понимание вот этих процессов, а почему так получилось, что мне говорили конкретно родители, как они себя вели, как я к этому вообще, к таким мыслям пришла, зная конкретно, что происходило, покопавшись в прошлом. Психолог может вам помочь найти пути решения этого компенсации этих чувств и ощущений здесь и сейчас. Это будет более детальная работа, нежели, например, без психолога, вы будете читать какие-то книжки и, например, тыкать пальцем в небо, а может, вот это попробуют, такое поведение, или вот здесь как себя вести и так далее. Для кого-то это может сработать, для кого-то нет психолога, вам поможет более детально с этим разобраться и индивидуально для вас, скажем так, помочь. Но в общих фразах, да, это общая красивая классическая фраза, и никто не знает, как это делать, полюби себя. А что такое любить себя? А, девочки, очень просто. Не ругать себя. Вы уже себя столько в письме ругали, вас ругали учителя в школе, давали оценку глупая, такая тупая и так далее. Это вы видите слова тоже, почему от учителей они вам западали. Потому что вы дома тоже это все слышали, в принципе. Или у вас из родственников, это из дома, я имею в виду родители, бабушки, дедушки, тети, дяди, ваш ближний круг. И для вас это было не новостью, а учителя только, допустим, это вам подтверждали. Поэтому вы их так, ну, короче, запомнили. Первое – это не ругать себя, перестать себя критиковать, давать себе плохую оценку. Любые слова уничтожительные к себе. Только хорошее, только себя хвалю, только себя люблю. Пусть даже люди считают, что это чересчур, это эгоизм или еще как-то. Неважно, ваша ситуация, это не эгоизм, это вообще волшебная таблетка. Критиковать себя нельзя, они позволяют другим людям меня критиковать, опускать, унижать и так далее. Только это вообще базовое выстраивает вашу самооценку, вот этот вот столб. Как пристать себя критиковать? Ну, в конце концов, в голове своей, например, что-то там допустили ошибку. Ой, блин, вот я тупая. Вот в голове, да, такие мысли. Вот в этот момент я тупая? Я о себе это не говорю. Я не тупая, я не глупая. Да, я допустила ошибку, со всеми бывает. Какие тут последствия? Ну, ничего страшного, это исправить можно. Живем дальше. Но слово «я тупая», ну, хотя бы на это слово «тупая» в голове себе позволили автоматически. Эта история уже давно автоматически, вы не замечаете, как себя ругаете. Вы хотя бы можете себе, например, внутри проговорить два-три слова, но зато я умничка, зато я красивая, хоть что-то. Вы в это даже не верите, но на одно свое оскорбление придумайте два или три, а лучше три, похвалы для себя. Трудно вам похвалить себя. Вообще есть такое задание в вопросах самооценки. Вот, к примеру, начните с этого. Заведите себе блокнотик. Каждый вечер, когда заканчивается ваш день, там, перед сном, условно, неважно в какой момент, анализируйте, что вы за день сделаете, у вас должно быть минимум две похвалы себя за день. Да, что-то простое, бытовое. Я сегодня молодец, потому что, там, я не знаю, записала спортклуб, хотя давно ленилась, не хотела, но я себя взяла в руки, например, пересила, я это сделала, я молодец. Бытовое, все что угодно. Я сегодня на работе помогла своей коллеге, там, закончить какой-то отчет, хотя я не должна была это делать. Я умничка. За что вы себя, у нас у каждого человека, за то, что я просто встал с кровати, пописывал сегодня, покакал, почистил зубы, я за это себя могу записать, я же мог этого не делать, а я сделал. На самом деле, это чувство воли, некое усилие над собой, еще хорошее, например. Мы, конечно, не говорим о благотворительности, глобальных каких-то моментах в мире, мир мы не изменили, но отодрав голову от подушки умывшись, мы уже себя за это сегодня можем похвалить. Вот до таких мелочей это должно разбираться, вот так это работает. Хвалите для начала себя за все. Но то, что вы мне написали в письме, это, конечно же, напрямую отсылка к тому, что вам надо к психологу, более детально и быстрее этот процесс пойдет. Почитайте книжки, она сама оценка очень много, погуглите их, просто навалом. Если кому-то нужны консультации мои, как психолога, пишите в почту, она в инфобоксе под видео, разверните инфобокс, почитайте, там почта есть указана. И напишите мне на почту тема письма, консультации. Если хотите так же, как автор, разобрать свою историю, пишите историю от анонима в теме письма и присылайте вашу историю, печатайте. Что еще? Если вам нужно, вы покупаете квартиру, арендуете, жилье надо найти, оформите комет документы какие-то в Турции, в Стамбуле в частности, можете тоже написать. У меня есть знакомый хороший риэлтор надежный, тоже вам поделюсь контактом. В общем, если вам что-то нужно, пишите на почту и жду ваши комментарии под видео, особенно лайки. Что вы посоветуете героине сегодняшнего письма? Может быть, вы выходили из этой ситуации и вы научились себя любить? Вот, пожалуйста, ваши практические советы. Как себя полюбить-то? Что надо делать? На самом деле, надо для начала перестать себя критиковать и найти проблему, почему я себя хочу критиковать, ругать, почему я себя ненавижу. Весь корень в этом. Очень часто это навешенная проблема родителям. Я, может, себя и ненавижу. Просто родители или там общество, в котором я рос, там мое детство и так далее, меня научили меня ненавидеть. Там разные причины бывают. В общем, спасибо за внимание, ваши комментарии заранее. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok